Тыква, мумия, зелёный человек, демон, зомби, джокер, франкенштейн, ну и конечно, башня монстров! Ну что, друзья, они уже среди нас! Это же игрушки-монстряши HeroX! Видел, они продаются практически во всех нормальных магазинах, недавно был в дочках-сыночках их видел. В общем, HeroX достаточно популярная игрушка, и в Америке много на них обзоров я видел на ютюбе, но сам никогда в руках не держал, поэтому давайте посмотрим. У нас сегодня очень много игрушек, и я считаю, в преддвериях Хэллоуина это самое крутое, что можно купить. Смотрите, джек, ну тут в общем список всех героев, которые можно собрать, и написано, яйцо превращается в героя, как его трансформировать из яйца в героя. Ну, посмотрим. Мне интересно, да, тут такая маленькая голова, неужели он как-то превратится? Давайте посмотрим. Это, можно сказать, тоже игрушки коллекционирования, смотрите, тут внутри яйцо. Прям, можно сказать, лол для взрослых страшных детей. Так, это у нас что такое? Ладно. Так, HeroX Jack. Это Джек у нас. А, это из фильмов ужасов, типа Джек. Так, смотрите, он был как-то приклеен, я так думал, что он губами присосался. Так, и у нас, получается, внутри тыковка. Итак, тыковка трансформируется. Как она трансформируется? А, это его прическа, типа, тут. Прическа, кстати, такое ощущение, что это антистресс. Он такая, знаете, тянется. Так, и как тебя трансформировать? Надо нажимать на кнопочку? Ага. Нажмал на кнопочку, и он открывается. О, и отсюда, получается, вылазит. Там у нас наклейка с лицом. И вот они, наши герои. О, это уже напоминает, что такие, эти киндер-сюрпризы напоминают чем-то. Смотрите, как много героев. Получается, 11 Common HeroX, 9 Rare, 6 эксклюзивных. О, кстати, я хотел взять вот таких, но у нас они кончились в магазинах. Так что, если в ваших магазинах есть такие, берите сразу же. Потому что они достаточно редкие. А, и тут, получается, у нас есть инструкция, как его, это самое, собрать. Ну, давайте собирать. Что нам? Так, получается, собирается он, по идее, элементарно. Так, мы его закрыли. Сюда бошку одели. Опа. Бошка оделась. А, вот, до конца. До конца вкручу. Он уже прикольный. Так, теперь осталось лицо. Ему приклеить. Так, давайте приклеим лицо. А, смотрите, лицо по отдельности клеится. То есть, смотрите, сначала мы можем глаза наклеить. Как получше наклеить-то? Вот так повышенно. Вот, то есть мы можем сделать ему любой взгляд. То есть наклонить, как хотите. О, достаточно увлекательно. Я думаю, такой конструктор понравится всем. Так, о, я сделал вот такую ухмылку у него, типа, на бок чуть-чуть. Ха-ха-ха-ха-ха. О, вот такой чувак у меня получился. Вообще прикольно. Для... Так, давайте следующих собирать. Так, этого я поставлю сюда пока. А, стойте, стойте. Я же забыл. Прическу-то самое главное. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Такой у него, это, прическа из 90-х, знаете, чубчик. Прикол. Ладно, отставляем. Когда на город опускается тьма, нечисть выходит на свободу и жизнь замирает. Давайте собирать следующего. О, давайте быстрых соберем. Мне уже не терпится. Вообще, очень прикольно придумано. Так, мы уже все поняли процесс сборки. Так, это у нас БОЗО. О, я просто плохо читаю по-английски, так что не обижайтесь. Я учил немецкий в школе. Но всем советую учить английский. Так, причесон. Причесон мы снимаем. Он такой липкий, да? Это прям эти антистрессы. Так, жмем на кнопочку. Так, тут у нас все открывается. Достаем. И, кстати, удобно, что их потом можно собрать компактно. То есть они у вас... Ну, листовки не будем смотреть. Мы уже одну листовку посмотрели. Давайте сразу же клеить. Так, этого мы сюда... Он такой с молоточком. Это ОНО. Так. Клеим глаза. Такое. Будет у нас хмурый. Я постараюсь его как-то так наклеить, чтобы у него глаза были чуть-чуть такие. Типа он такой. Хмм. Хмм. Так. Какая большая у нас сегодня будет распаковка. О, вот так. Такой злой клоун. Ха-ха-ха. Кстати, я знаю, многие боятся клоунов. Блин, я не посмотрел. А, ямочки это. Я думал, что это за красные пятки. Видите, остались пятки. Ямочки вот так вот. Сюда и сюда. Ха-ха-ха-ха. Какой злой клоун у нас получился. Ну и, конечно же, причесули ему. Сюда. Хопа. О, посмотрите, какой клоун. Кстати, пишите в комментариях, какая игрушка вам понравилась больше всего. Потом проведем рейтинг. Возможно, даже сделаю голосование. Но просто у меня очень много игрушек, так что в голосовалку все не влезут. Но в любом случае, самая крутая здесь по-любому это будет башня, которая будет в конце видео. А, также пока не забыл, в конце видео будет конкурс. Я вам расскажу про условия конкурса от производителя этих игрушек. Там можно выиграть очки виртуальной реальности. Так что, или почитайте в описании. В описании оставлю все ссылки на конкурс и так далее, чтобы сразу вам все рассказать. Давайте пока мы займемся самым интересным. Интересная распаковка у нас. А, в конце уже будет все условия и так далее. Так, это у нас, забыл, как он называется, Франкенштейн. Он уже такой прикольный. Такой у него взгляд, как у собаки. И нюх как у орла. Франкенштейна, я думаю, нужно сделать развал глаз побольше. Типа пошире. Он же такой, немножко до ЦП. О, вот такой, кривой. Чуть-чуть. Я не могу. Самое главное прикольное, наклейки, по-моему, многоразовые. То есть, их можно отклеить, потом приклеить еще раз. О! Так, вот такая шапка у него. О, наш Франкенштейн готов. Темные силы начинают маскарад зла. Да, прикол. И, самое главное, можно же поменять прическами. Можно от клоуна одеть сюда. Ну-ка, давайте-ка сразу. То есть, если у вас коллекция, с друзьями можете меняться. О, как он такая, мадам. Напоминает мне тетю из... Тетя из другого города приехала. Тетя Ася приехала. Ну-ка, клоун, если ему наклеить эти. Не, что-то не смотрится. Вот ему подходит причесон. Выглядит вообще прикол. Самое главное, что можно распечатать на компьютере свои глаза и рот, и самому ему наклеить их. То есть, любые мордочки сюда приклеить. Давайте дальше, а то мы так будем долго. У нас слишком много игрушек, чтобы мы тратили время на эти эксперименты. Но мы в любом случае поэкспериментируем еще с прическами. Так, следующий у нас пан. Пан. Прямо это вечера на хуторе вездиканьке. Так. О, у него с рожками идет такой паричок. Прикольно. Такие красные. Кстати, покраска отличная вообще. Ничего прям ни этого... Никаких проблем. И теперь нашего бесенка. Сейчас мы... Самое главное, учитывайте прическу, когда будете клеить глаза. Потому что прическа может сесть на глаза слишком далеко. О, кстати, смотрите, можно наклеить так. А можно наклеить вот так. Типа он такой... О, я так вот так и наклею. Давайте чуть-чуть покреативим. Типа у него такие нижние клыки. О, блин, он прикольный. Мне, кстати, он нравится больше пока. Смотрите, какой. У-у-у-у. У-у-у, демоны. Теперь у нас Warcraft. World of Warcraft. Я думаю, любители Warcraft'а должны покупать себе именно вот такую игрушку. Кстати, надеюсь, я эти игрушки ни у кого не сплагиатил. А то мне постоянно пишут, типа... О, плагиат, снял на то, снял на это. Но на русском YouTube я, по-моему, особо не видел их. Извиняюсь, мне позвонили, пришлось привраться. Представляете, звонила фирма, которая занимается костюмами для Хэллоуина. Как-то мой номер попал к ним. Типа, о, уже Хэллоуин скоро, давай купи у нас костюмы. Вот уж рекламщики эти. Сейчас все по Хэллоуину. Кстати, я к Хэллоуину отношусь хорошо. Я знаю, что многие люди пишут, ну, типа, пишут мне, типа... О, Хэллоуин, это не наш праздник, наш праздник. Я забыл, есть какой-то русский праздник, кстати, русский Хэллоуин. Забыла, как он называется. Я просто любым праздником рад. Я не понимаю этого чего. Мы даже, мало ли того скажу, я когда жил в деревне, когда я был мелкий, это было, наверное, лет 20 назад, да, где-то 20 лет назад. Ну, что-то у него какие-то невнятные глаза, кстати. Вот. Мы отмечали Хэллоуин, брали тыкву, резали ее. На огородах очень большие тыквы у нас росли. Так что, вот, мы даже это из деревни это привезли. А тут люди в больших городах и не празднуют этот праздник. Я не понимаю этого. Прикольно же. О! Ну, не знаю, мне у него больше не нравится особо. Все-таки остальные были поприкольнее. Это, наверное, на последнем месте. Посмотрите, у него какие-то невнятные глаза. Возможно, надо их по-другому чуть-чуть наклеить. Ну, зато он с топориком такой, такой деловой. Зетт, это у нас зомбарь. Мне нужны ваши мозги и одежда. А, так что да, пишите в комментариях, а вы отмечаете Хэллоуин вообще, как он Хэллоуин? О, давайте я их вот так положу, чтобы вам они были виднее. О, вот так вот. Просто не знаю, мне кажется, прикольный праздник. Я просто забыл, Велесова ночь. О, русский Хэллоуин, Велесова ночь вспомнил. Тоже можно отмечать. Так что можно это использовать потом, потому что после Хэллоуина, по-моему, Велесова ночь будет. То есть можно повторно потом еще отметить со всеми этими. Ну, давайте я попробую вот так сначала паричок накину ему. Вот, мозг у него, смотрите, торчит здесь. Чтобы сейчас глаза под парик подстроить. Вот такие испуганные глаза, такое ощущение, что он увидел этих охотников. Братьев Винчестеров увидел. Такие глаза, типа, о, мама! Ой, какой няшный. Бен, обожаю этого чувака. Вот он прикольный, кстати. О, посмотрите, какие прикольные игрухи. Так, и осталась у нас последняя, и потом приступим к башне. Да, теперь Хэллоуин, я чувствую, у меня удастся. Я представляю, сколько можно приколюшек всяких придумать с этими ребятами. Как украсить квартиру. Скоро начнем как раз-таки. Сниму видео, как мы будем готовиться к Хэллоуину. Ну, типа, лук там, все дела. Там украшать квартиру. Всякие паутинки вешать. Фонарики. Кстати, может кто-нибудь даже пойдет на какую-нибудь Хэллоуин вечеринку, делают у вас. А, кстати, школьники, поздравляю вас с началом каникул. Если меня смотрят учащиеся школы. Поздравляю вас. По-моему, у вас каникулы начались. Так что можешь в комментариях пока что написать всю свою радость о каникулах. Ну, мумия такая классная. О, у него глаз потек. Какая роговица. Че это с глазами у него? Тоже такой мумия. Ну, короче, чем мельче детали на лице, тем хуже. Лучше, когда что-то большое. О, вот такая мумия у нас получилась. Ну, не, слишком маленькие детали. Я, наверное, свой рейтинг... Давайте я проведу свой рейтинг, кто мне понравился больше всего. Мне больше всего нравится... Ну, конечно же, тыковка нравится. Вот Джокер обалденный, Демон обалденный. Потом Зомби обалденная. Ну, и на последнем месте у меня, наверное, мумия и этот... И Франкенштейн. Вот эти все... А, нет. На последнем месте мумия и этот... Рагнарог или как его там зовут? Вот этот Франкенштейн, а то прикольный, да? Вот так они общаются на своем бесячем. В общем, монстриши сами по себе, как вы поняли, обалденная игруха. Давайте теперь посмотрим на башню монстров. Вот такая здоровенная коробка. Здесь есть какой-то, типа, редкий эксклюзивный герой. Это, я так понимаю, Минотавр. Что-то сбоку у нас указано. А, сбоку, вот видите, как можно выглядеть коллекцией. То есть, можно покупать фигурки с домиками и их подцеплять вокруг башни. И собирать, так, тем самым коллекцию. А, у меня одиночные фигурки в основном. То есть, видите, есть вот, например, Дракула. Он продается своим островком земли. Ну, в общем, прикольно для коллекционирования. А, еще этот, смотрите, башня является кейсом. То есть, его можно взять с собой и понести куда-нибудь. Сокрывай, закрывай. И можно так хранить свою коллекцию. Видите, они же собираются обратно в свою эту фигурку. А, и вот она у нас вся коллекция. Очень много их, ё-моё. Я бы, конечно, хотел бы их собрать всех. Но придется ограничиться пока тем, что есть. Пока у меня получается 7 фигурок. И еще один здесь. 8 фигурок. Минотавриус. Монстряши, монстряши. Единственный в мире малыш монстряши. Опа. О, да тут много всего. Это что, еще конструктор какой-то? Там герой был внутри. Кстати, прикольно. Смотрите, внимание к мелочам. Даже коробка сделана в таком стиле, знаете, как это. Сюда даже можно вот так поместить кого-нибудь. И, типа, уже создать этот вид. Наверное, я его выбрасывать не буду. Отставлю. Так, вот они наши клетки. О, инструкция по сборке есть даже. Сейчас будем собирать. И также в коробке есть коллекция. То есть, чик-чик. Ну, то же самое, что и в тех. Оставлю себе одну бумажку, чтобы отмечать, какие у меня есть. Может, еще себе куплю. Ну, вот и все. Наша башня готова. Заняло это дело. Где-то 10 минут мне ее собрать. Кстати, очень прикольно она сделана. Смотрите, тут, походу, на всех героях хватит мест. Потому что раз, два, три. Четыре, шесть, семь, девять, десять. На 12 мест, в общем. Так. И да, сверху есть ручечка. То есть, ее можно взять с собой куда угодно. Не знаю даже, как вам показать, чтобы влезло это все в кадр. В общем, вот так это все дело выглядит. И тут есть, смотрите, отсек под пальчик. То есть, мы можем с любой стороны, как вам нужно, открыть ее. То есть, хоп, взяли, поддели. Опа. И вот так она открывается. То есть, с любой стороны, где вам нужно. И потом просто защелкиваем. Видите, тут защелки. Сверху, снизу. Хоп, все. Защелкнулось. Надо открыть пальчиком поддели. Тут чуть-чуть она снизу залипает. Ну и все. И можем вставлять наших монстришей. Давайте, наверное, попробуем их сейчас заселить сюда. И посмотрим, как им будет. Хорошо или нет. Хотя, стоп. Я же совсем забыл про этого. Про нашего Минотавра. Минотаврус. Минотаврус Валазиус. Так, тут у него. А, то есть, скорее всего, лицо у него внутри. Надо открыть. Да. Лицо оказалось внутри. А так он, типа, собрат. Причесо надеваем. Такой Антошка. Ха-ха. Вот так. О, ну он классный. Опасный. Пойдем в лабиринт Минотавра сейчас. Да нет, он такой прикольный. Я бы даже не сказал, что он страшный. Он именно прикольный такой. По-моему, прикольный. По-моему, бояться его нечего. Ну, правда, можно ему глаза как-то по-другому, к примеру. Можете глаза ему, к примеру, вот так на пол сузить, да, например. И он получится уже страшный. Вот, смотрите, магия расположения глаз. Ха-ха, нет, получился китайский какой-то бычок. О, ну ладно. А, ну и можем сразу, например, вот так, хоп, сделать. И сюда в башню его. Чик. Оп. И засунули. Все, он там зафиксировался и сидит. И так можем всех-всех-всех так позасовывать сюда. Например, у клоуна. Чик. Вот, и тоже сидит. Такой клоун недовольный. Ну ладно. Ха-ха. А, еще же можно, получается, тело менять. Смотрите, я могу, например, хоп. И получился у нас клоун такой из средневековья, да? Шапку сними. Теперь можно устраивать свой праздник Хэллоуина. Да, можно танцевать танцы, и танцуют все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините, а вы не подскажете, где здесь аптечка? А то у меня бринты закончились. М? За Спарту! А-а-а-а! Мозги-и-и-и-и! Мозги-и-и-и! Где твои мозги? У меня нет мозгов. У меня тоже нет. Пойдем искать дальше. Мозги-и-и-и-и-и-и! Привет! Привет! Ты случайно огурец не видел? Нет, не видел огурец. Хочу ему отомстить. Он надо мной издевался, когда я был на грядке. Понятно. Но здесь его нет. Ладненько. Какая странная тыква. И тебя вылечат. И меня вылечат. А ты хочешь выиграть очки виртуальной реальности? Да, да, конечно хочу. Тогда слушайте условия. Самая страшная ночь в году уже близко, а призов от HeroX все больше. Участвуй в монстрическом конкурсе. Выиграй очки виртуальной реальности. Собери монстряша, сфотографируй и подпиши, на кого похож твой монстряш. Выложи пост вконтакте с хэштегом «Они уже среди нас». Розыгрыши призов, очков виртуальной реальности в прямом эфире в группе. Все ссылочки в описании. Ну что, ты все понял? В общем, все ссылки в описании. А, ссылки, понял, 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 хорошо. Че, не понял? Понял, понял. Ну а вот и наша башня готова. К сожалению, не смог ее всю заполнить. Чуть-чуть мне не хватает. Ну зато теперь монстриков можно легко брать с собой. На любую вечеринку Хэллоуина. Вот так берем. И пошли. О, сейчас. Все, готово. Ребятки, я с вами прощаюсь. Сейчас устрою фотосессию для игрушек, чтобы выиграть в конкурсе. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Поделитесь этим видео с друзьями, если оно понравилось вам. И подписывайтесь на мой инстаграм и группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. 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 ДимаTorzok.